сегодня мы рассматриваем элемент полиграфического дизайна эта этикетка файлах у вас располагается документ который в папочке материал для задания коралл называется текст или текст 1 зависимости от того это более старая версия этой этикетки или более новая версия этой этикетки и мы посмотрим значит как ее можно соорудить ну прежде всего мы создаем прямоугольник определенного размера размеры этикеток бывают различные зависимости от того значит на какой объект этой этикеткой готовится соответственно это окантовка внутри которой будет размещаться вся графика я вам напоминаю что физические размеры на панели свойств когда выделен графический элемент они вот в миллиметрах ширина и высота в левом верхнем углу располагаются версии русской не так и называются размерами мы с вами начнем самого простого элемента который присутствует здесь в разных частях это элемент вот это вот зернышко которое можно начинать рисовать ну допустим из окружности я его начну рисовать естественно окружность мы с вами преобразуем в кривые комбинация клавиш контр кью возьмем характерный инструмент форма который мы редактируем наши эти элементы и попытаемся придать нашему зернышку тот вид значит меняя типы маркеров меня и типы узловых точек для того чтобы придать ту форму которую вам хочется ну или если вы ориентируетесь на пример выполненного задания вы можете использовать форму которая показана в задании так место творчества мы оставляем и заливаем данную зернышку определенным цветом каким-то не обязательно таким же каким на примере увеличиваем масштаб потому что при увеличении масштаба нам придется менять обрисовку толщину обводки внешней я напоминаю правой кнопкой выбирается заливка левой кнопкой выбирается цвет обводки когда вы используете цветовые индикаторы которые вот на панельках здесь располагаются если вам необходимо выбрать цвет другого оттенка вы нажимаете на любой цветовой квадратик держите несколько секунд и у вас открывается палитра оттенков выбранного цвета это тоже на всякий случай напоминаю хотя об этом вы уже в общем то давно работаете хотел сказать в маткаде в короле дублируем клавишей control d разворачиваем в нужной части и выстраиваем какую-то вот композицию композиция скорее всего слегка должна быть симметричная прошу прощения по раз плохо слышно меняя камеру держу одной рукой второй рукой пытаюсь что-то мышкой из себя изобразить поэтому возможно у нас не слишком быстро этот процесс будет идти значит сдублировали отразили по определенной оси и сдублировали и установили в нужном месте вот что-то такого плана может быть ну то как выглядит центральная вот эта штука примерно разобрались делаем точно такую же штучку но которая будет расти нас так что на прыгнула как-то непонятно с другой стороны справа и слева у нас есть вот такие странные семечки которые как-то друг на друга накладываются везде можно использовать одну и ту же семечку просто и искажать соответствующим образом для того чтобы получалось какая-то картинка ну и вот эту штук возьмем допустим сверху положим на задний план и допустим нас устраивает вот такой набор так не все схватил и справа и слева это дело надо было конечно сгруппировать комбинации группировки травить по соответствующим осям и каким-то образом прокомпоновать дальше ты все можно еще уменьшить тоже сгруппировать и порассаживать в различные части вот этой будущей композиции я не использую специально никакие элементы размерностей конечно можно с градусами заморачиваться делать абсолютно симметрично наверно так и на это будет делать если вы будете заниматься конкретным каким-то определенным заданием я забыл сделать заливку на заднем плане скорее всего нам понадобится что-то похожее на градиентную заливку а я могу использовать инструмент интерактивной заливки из центра где сделаю цвет внутренний немножко посветлее но наружный так вот примерно что-то в таком плане наверно нам сойдет понятно что вот эти элементы они у нас группированы и в принципе установлены в нужных местах дальше самое интересное что нам с вами будет надо посмотреть это создание логотипа форме щита я рекомендую использовать инструмент кривая безъя для создания различных форм потому что ну кривая безъя вам скорее всего известно из 3d макса который мы с вами еще не начали изучать по крайней мере из photoshop который вы уже вроде как используете второй год там тоже есть инструментарий похоже на перо и кривую безъю вот начинаем изначально прорисовывать контур щита вернее щит у нас является симметричным объектом поэтому давайте мы прорисуем только одну сторону а потом просто отразимы соединим данный элемент возьмем вот эти вот маркеры преобразуем их в кривые после чего вы можете изменять кривизну сегментов там где это нужно то нужно в верхней части в этой части это не нужно это нужно вот в этой части левый прогиб сделать и возможно здесь изгибаться она пока не не хочет не хочет почему потому что я не все преобразовал вот допустим это у нас с вами одна часть щита мы ее дублируем отражаем относительно горизонта и объединяем вот берем вот таким образом объединяем даже если мы насильно сделаем объединение двух этих элементов но не объединение поставим маркеры начала маркер конца это не будет означать что у нас единая фигура а этот логотип необходимо будет залить так вот для того чтобы мы могли использовать эти две части как единая фигура одной группировки будет недостаточно группировка соединяет элементы в группу но не делает единым целым поэтому данный метод не подходит подходит метод который называется объединение и выглядит вот таким вот образом опять таки тут трудности перевода с английского языка вы видите есть две иконки две команды это две кнопочки которые почему-то одинаково называются но они во первых по разному выглядят во вторых у одной команды есть горячая комбинация клавишу 2 нет горячей комбинации клавиш так вот это вот штука на английском называется комбайн а вот это называется юнион то есть объединение это вот эта штука а вот эта штука комбинирует поскольку эти две части считаются разными объектами для того чтобы они были единым их нужно скомбинировать в единое нажимаем на эту кнопочку теперь это единый контур который перемещается вместе и теперь мы можем уже обычным инструментом форма которой пользуемся объединять вот допустим выделили две опорных точки нажали замкнуть так что у меня замкнулась да не там замкнуть кривую и снижу тоже эти две точки выбираете нажимаете кнопочку соединить два узла вот теперь у нас получен контур который который есть возможность залить то есть еще раз для объединения двух разных элементов нам с вами нужно выделить два разных элемента и нажать вот эту кнопочку control l тогда это будет единый контур который можно будет вместе соединять или разъединять по вашему усмотрению вот о чем я вам хотел сказать когда вы делаете какие-то элементы вернее симметричные объекты вы делаете половинку дальше отражаете обязательно нужно пользоваться этой командой иначе соединить введенный контур объект не получится вот ну здесь у нас обводка достаточно достаточно большая если ориентироваться на этот самый контур а я ее сделал белым цветом хотя наверное она как каким-то серым цветом должна быть уменьшаем до нужных пропорций устанавливаем нужное место по центру допустим вот этого прямоугольника нам помогает выставить динамические направляющие в нужное место ну или команда выравнивания если вы еще о них не забыли дальше что здесь есть внутри находится что-то похожее на якорь который мы тоже инструментом кривая безе можем вполне нарисовать задать определенную толщину она тут должна быть видно большая и установить добрый и установить после этого контур а цвет надо поменять опять на серенький судя по всему это у нас обводка это у нас обводочка мы его дублируем комбинация контур д отражаем опять складываем в данном случае необходимости этот элемент в единый контур объединять нет палочку которая там необходима мы с легкостью можем нарисовать сами ну и правой кнопкой обводку задать и доработать значит расположение этой палочки чтобы она не была кривой и косой ну как-то вот так вот объект можно обычной группировкой загруппировать и установить на нужное нам с вами местечко как делается вот эти вот элементы декоративные мы с вами тоже уже примерно поняли делается одна семечка или один листочек потом это все множится то есть тут проблем у нас с вами не возникнет единственное наверное надо показать другой вариант более красивые наверное вот тут находятся да вот например этот вариант немножко более яркий более приятный возможно слегка более современный значит можно исполнить вот такие вот декоративные элементы но я их наверное покажу можно исполнить исполнить такие элементы на самом деле это не только в тот и другой в общем то вариант они делаются по одному и тому же принципу грубо говоря это одно и то же вот только используются различные цвета цвета и немножко больше яр и ярких оттенков у нас с вами используется вот опять-таки чтобы усвоить возможности объединения комбинации контур и у которой мы воспользуемся такими вот бубликами но эти бублики изначально необходимо самому создать соответственно берем цвет бублика допустим вот такой вот синенький берем кружочек другой создаем один элемент на другом элементе и что здесь характерно мы с вами делаем непропорциональные друг относительно друга эти элементы и вырезаем одно из другого это дело убираем она вроде как и не нужно а дальше для того чтобы на этом элементе были какие-то штуки похожие на блики я дублирую этот элемент комбинация контур а дальше мне нужен нужен усеченный контур половинка от этого бублика левая или правая я беру инструмент форму беру один узелок какой-нибудь и разъединяю в этом месте и разъединяя его в этом месте когда мы разъединили нас с вами получается вот такой интересный контур значит я его здесь таким вот образом объединю сверху и снизу объединю я вам напоминаю что двойным щелчком с помощью инструмента формы добавляйте опорную точку и им же удаляйте если это вам больше не нужно значит немножечко я изменю масштаб этого элемента и расположу его внутри вот здесь вот этой окружности этого бублика и опять таки расположу вот здесь каким-то интересным с моей точки зрения образом вот этот вот элемент мы его будем использовать допустим в качестве блика я уберу обводку ну вернее обводку и заливку я сделаю белым цветом для того чтобы он более интересно здесь смотрелся мы применим спецэффект инструмента прозрачности конкретно на вот этой вот штуке вот ну как то мы этим так вот поиграемся чтобы оно было похоже на блик вот ну опять таки вы можете свои степени прозрачности свои другие методы на оси нет ее использовать я это дело сгруппирую комбинации клавиш контр же немножко его с плющу и немножечко проверну относительно и допустим с дублирую сделаю чуть меньше с дублирую сделаю чуть больше вот такие какие-то элементы чтобы у нас с вами получались и с дублирую и поставлю в нижнюю часть этого элемента вот допустим что-то в таком плане вот это дело можно сдублировать отразить и у нас получится определенный орнамент это вот такие в общем крылышки от какой-то бабочки допустим ну в зависимости от того как вы эти элементы будете видоизменять у вас могут получаться различные справа и слева это все дело выделяем вот такие вот штуки группируем делаем поменьше и устанавливаем на задний план в качестве орнамента так совсем на задний план установился сейчас вытащим оттуда ну например как то вот так я не стал повторять вот это и не стал повторять то что показано здесь но смысл вы как бы поняли что а декорация которая там у вас получится это сугубо ваше творческое какое-то вот дело как вы их расположите элементы если захотите дальше у нас есть надпись как вы видите соответственно она здесь выглядит как то вот таким вот образом вариантов у нас с вами несколько во первых как и в фотошопе у нас в короле или в иллюстраторе есть возможность писать надписи по кривым вы по-моему печати делали если я не ошибаюсь наводите на кривую курсор мышки когда активен текстовый инструмент и начинаете здесь что-то там вот описывать при этом на панели свой сверху вы можете менять а то как этот текстовый элемент расположен удаление его от кривой менять отражение этого дела зеркальный туда-сюда ну то есть стандартные управляющие элементы они здесь как бы присутствуют никто их не отменял даже вот можно по одной буковке потом растягивать вдоль кривой инструментом форма это доступно действия это вариант с помощью которого можно нарисовать кривую пустить текст по нём второй вариант у нас есть надпись вот у нас есть наша фигурная надпись каким-то там шрифтом пускай вот таким да жирненьким что мы с вами можем сделать как ее исказить нужным нам с вами образом есть такой спецэффект на палитре инструментальной который называется оболочка вы можете ее использовать для того чтобы задать вот те искажения которые там присутствуют вот вот второй какой-то вот вариант такой вот допустим нас как-то вот он устроил может быть ну и здесь вот есть буква п первое там буква с хорошо ложилась но мы будем издеваться над этой буковкой поэтому естественно придется преобразовать текст в кривые после этого он уже не является текстом и соответственно поменять эту надпись будет уже невозможно поэтому думайте когда преобразовываете в кривые стоит ли это делать или не стоит это этого делать дальше мы с вами можем добавить добавляя опорные точки в нужных местах значит прорисовать форму определенную для для вот этого вот тут тут буковку п как-то вот ее можно организовать опять-таки побольше туда точек накидайте у вас она будет более плавная что-то вот в таком роде такое вот подчеркивание и здесь какая-то вот такая штука может быть на конце сделано чуть побольше клякс опять-таки все это делается на ваше усмотрение как вы хотите вот таким вот образом можно было выкрутиться из данной ой прошу прощения ситуации нам не нужно раскладываем эту штуку так она у нас чересчур большая по размеру получилось берем белый шрифт белый цвет с белой обводкой значит посмотрите вот здесь используется свечение эффект свечение его может можно достичь если мы воспользуемся ну например как это ни странно можно в данном случае воспользоваться спецэффектом тени тень она накладывается вот таким вот образом ну может она не только таким образом накладывается мы можем просто взять цвет тени поменять с черного на белый например да увеличить ее какой-нибудь параметр поиграться и так с параметрами что-то тут не очень хорошо получилось поменять режим наложения на обычный например вот и побаловаться параметрами прозрачности так наоборот вот так покрутить эти эффекты размытия размытия чтобы они были похожи на свечение вот поменяли цвет поменяли режим наложения в общем то в общем то можно и дальше подергать но если мы хотим свечение примерно форме букв наверное нужно этот эффект чтобы накладывался по контуру этого элемента но опять таки можно несколько раз с дублировать ту штуку при наложении одну на другую посмотреть что из этого получится также можно в общем то делать и эффект тени настоящий вот эффект трехмерности у нас получился потому что я на одну одну надпись наложил вторую стене то есть эффекты свечения и эффект в общем то тени одновременно вот ну это вкратце о том что представляет собой работа с вот этой вот этикеткой то есть на выбор ваш вы делаете примерно похожий дизайн значит и как вы помните из лекции по базовым принципам дизайна здесь используется симметрия потому что в принципе в четырех углах расположены симметрично одинаковые документы здесь используется симметрия относительно центральной точки по расположению элементов и здесь используется принцип повторяемости объектов потому что вот эти зерна они повторяются для создания определенного рельефа ну оно как бы и понятно ну 0 0 Продолжение следует...